Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, как влияет на семейную жизнь отсутствие целомудрия до брака? Здесь речь идёт скорее не о том, что оба супруга должны быть целомудренны до брака, а вообще о целомудрии человеческом. Я так думаю, что связи многочисленные или не многочисленные, как у кого вышло, до брака, до покаяния скорее. Потому что понятно, что человек, который в таких связях находится, он, конечно, не христианин в полноте. Эти связи убивают в человеке способность любить. Блудный грех – тяжёлый грех, и блуд разрушает все основы человека. В том числе и основы чистоты и целомудрия. А настоящая любовь, настоящий брак, та любовь, которая может длиться десятилетия здесь и продолжаться там, она в основе своей имеет чистоту. А добрачные связи, как вы их называете, они убивают эту чистоту, убивают возможность любить. И тут не о браке речи, а о том, чтобы периодом долгим покаяния загладить это и очистить это. И после этого уже можно задумываться всерьёз о отношениях, целью которых является не вот эта физическая только близость, а в первую очередь духовное единство и обоюдное, единовременное, брат-сестринское стремление к познанию Бога и к пребыванию в Боге. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.